Перед этим матчем турнирная остановочка наступная. Юный займает первый рядок турнирной таблицы. На их рахунку 44 очки. Хоккейный клуб Гомель с 33 баллами займает четвертый рядок. В этом чемпионате команды состракались только один раз. Тогда гомельчане на выезде соступили с ликом 2-6. И сразумело гомельчанам по трейбен был реванш. Вот только юный с первых хвилин почала жестко открывать вороты Игоря Брыкуна. И Чакана открыла лик на девятой хвилине. Первую шайбу закинул белорусский канадец Даниэль Корса. Гомельчане трохи подчекали, под конец первого периода все ж таки сравняли лик. И у болельщиков заявилась надея. Ну, ну, покуда вот терпимо. Первыми пропустились, умели сравнять. Но мы верим, что наша команда сегодня одержит победу и обыграет юность. Я думаю, будет 4-1, наши выиграют. Что ка заурысям, подчас перепынку головный тренер невядома. Але на лед я навышлю з усимыншими гульцами. З розницы у одну-две хвилины у вороты юности почали залятать шайбы. После лику 4-1 минчане вырошили замянить галкипера. Але гэта, прямо скажем, не допомогло. Гости зловались, отрымливали штрафные хвилины, а гомельчане тут же реализовывали большесть. Шайбовый марафон завершила зладженная работа Александра Житких и Эдиса Брахманиса. Тут уже минчане зразумели, что справа не у галкиперы. И вернули на лед Александра Бородулю. Очень важно, что мы не дрогнули. Не дрогнули здесь, продолжали играть. И переломным был второй период, когда мы удачно забили голы. И там уже старались, работали уже на сопровождение счета. Я очень доволен тем, что хоккеисты отнеслись к этому матчу. Была сама отдача. И спасибо болельщикам, которые сегодня пришли поддержать команду. Третий период был скупы на голы, зато ищодранные эмоции. Штрафы гульцы обедевых команд отрымливали лет не каждую хвилину. Але наибольшу выделился эмоциональный курс. 47 хвилин штрафа за один раз. И однозначно жест у бок мясцовых болельщиков. А на контвыдалении у тренерского штаба гостей было, как за усёды, своё меркование. У нас же хоккеисты, знаете, столкнулся, упал две минуты. Столкнулся, упал две минуты. Хотя об одном и том же говорим, что толкует. Бесполезно. Хоккеисты должны стоять на ногах, а не валяться, как сегодня. Задолго до конца гульни стало зрозумело, что Гумель с долей успонять 15-ти матчевую проможную серую юности. Господары лёду закинули ясче и сёмую шайбу намаганьями Александра Яронова. И навод была восьмая. Её, правда, не залечили. Однако это уже не уплывало на огульный настрой и кончатковый выник. Хоккейный клуб Гумель разгромил Минскую юность 7-1. Вольга Вальченко, Игорь Марышченко. Телерадо. Компания Гумель.